итак продолжаем работать с шейно-возняковой зоны сет номер два заметьте мою стойку да такая немножко из восточных гневноборств вот мы закончили крылья ангела и остановили руки здесь далее растираем оба плеча быстрыми энергичными движениями поднимая вверх большим пальцем трапециевидную мышцу видите как она выгибается а движение выглядит так трение закрываем трением еще быстро и все одно тоже у вас включается дополнительно массирую плечо можно растрестим так вот вы еще закончили да и дальше вот по той же технологии как мы рисовали крылья ангелов вокруг косточки да и вокруг лопатки завершая здесь движение мы делаем называемые и палеты руки превращаются в лапы леопарда разворачиваются в противоположную сторону и вокруг это косточки пальчики расширяются раздвигая мы пытаемся мышцы оторвать от косточки вот расширились здесь у нас лапы леопарда вместе большим пальцем захватываю большую складку кожи да и вот ее как бы натягивают вверх до сюда проходимся и до там до складку прошлись развернули кулаки сразу автоматически эти создания встали вот в эту стойку вокруг косточек позвоночника то где соединяется шейный и грудной отдел и мы вот этим костяшками пальцев раздвигаем вот эти мышцы вот вот этих костей тут часто у людей бывает холка особенно женщин да вот это жестко такое движение прям туда только ни в коем случае не давите на оси 100 отростка до рядышком прямо рядышком вот вам туда достаточно сильно отодвигаем теперь обоими руками отодвигаем вот такой прием до обратной стороной кулаков вот этой вот уголок лопатки да на него желательно давить он там болезненно и мешаться будет для нашего движения то есть мы раздвинули локти в обратную сторону прошли этот уголок лопатки расставили опять друг против друга параллельно получаются кулаки и вот этими уже косточками до проходимся до практически до стыка крестца с позвоночником вот да вот эта линия вот впервые с нее можно про вибрируйте полиси про вибрируйте таким образом что у нас получилось вот этот рисунок называется еврейский канделябр то есть мы рисуем его основания вот мы один раз прошли два три четыре раза можем нарисовать второе основание стержень канделябра да и вот пошли сами свечи видите даже вот на селе остается рисунок через показывают вот видно да раз и вот так пошли вот здесь вот подсвечники почему еврейский потому что у них в религии 9 сифирот то есть 9 свечей получается нас получается 400 стороны 400 стороны и центр позвоночника я очень большим пальчиком дополнительно прохожусь 9 9 подсвечник вот еще раз сдвинул получилось 9 подсвечник вода сюда доходим до в последнем разе когда мы это все прошли нарисовали да мы зажигаем свечки вот тут растрясая его крестец прямо вот вдоль вот этих вот косточек да вот это вот самое болевое место проблемная и вдоль всех всего гребня подвозь на кости вот до сюда да потом мы большим широким хватом стираем наш рисунок всеми локтями стираем наш рисунок все стерли и руки автоматически установились на трапеции только вот мы сегодня работать всем предплечьем от мизинчика до локтя значит ну визуальный образ если он такой растирая до продолжаем растирать стараемся как можно выше поднять терпеть среду мышцу как бы вверх мы все время делаем вверх разогреваем да как будто бы у нас ракеты на старте стоят вот тут вот эти шахты ракетная отсюда вот пошел огонь пошел дым уже и вот ракета полетела одна полетела вторая полетела стреляем по экстремическим группировкам повредали ракеты и с 500 до и не забыли в этом движении еще добавить саму шею далее устанавливаем руки пальчиками вот между у нас сейчас будет прием лапа леопарда шестеренки будем делать да но для этого сначала мы растрясем эту мышцу да вот она устала после наших таких тяжелых приемов прямо упираясь вот смотри переписку рядом его тело локоть у меня почти параллельно идет с его телом да я в этом мышце в одну сторону в другую провибрижал спирс остальным провибрижал вибрации включаем обязательно с двух сторон теперь вот так вот и сами шестереночки пошли то еще одна шестеренки мы вот это вот мы стараемся несколько этапов раз прошлись два три и вокруг черепа 4 получается как можно ниже захватывать чтобы все пальцы как бы знаешь раскакивали так раз два соскочил три соскочил 4 соскочил 1 2 3 4 4 4 1 2 3 4 можно в обратную сторону снизу вверх но сверху вниз можно конечно сделать но особо эффективно когда наоборот снизу вверх все идет вверх прошлись и вниз также прошлись и теперь включаем тракцию растягивая череп на себя оттягивающих на себя растягивая шею 8 у меня стойка изменилась то есть я вот как у делала в него тихо дотягиваю аж назад даже одна нога у меня практически сзади вторая просто вот висит впереди реально резко растягиваю шею так на этом прервем второса дальше будет третий сет у нас работа с шеей приходите на тренингах потому что тренингах мы отрабатываем такие нюансы которые не попадают к сожалению на видео поэтому по видео вы все изучить не сможете обучайтесь говоря головокудвина на тренингах